Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На поляне была двойная вечеринка у бассейна в честь дня рождения Саши Гозиас и Андрея Чуева. Было весело и по-летнему. Семья Африкантовых подарила Андрею замечательный торт в виде дома. Девушки-участницы устроили дефиле в купальниках. Заодно состоялось и посвящение новенького Богдана, это бывший парень Настя Волынец. Его ребята кинули в бассейн, а Саша Харитонова, как спасательница Малибу, кинулась его спасать. Оля Жемчугова сделала татуировку. Большой рисунок теперь украшает бедро молодой мамочки. А вот и моя татуировка, по ощущениям, как будто бы второй раз родила. Внимательные подписчики уже рассмотрели неаккуратность самой татуировки. Многие выразили свое недовольство с подтекстом «Ты же мать», но есть и те, кто поддерживает Ольгу. Ведущая Оля Бузова недавно жаловалась поклонникам, что она очень устала и нуждается в отдыхе. Сейчас у нее отпуск, который она проводит вместе с мужем Димой Тарасовым. «Наконец-то отпуск! Ура!» – пишет Ольга. «У меня был такой адский график в последнее время. Я сильная, но я очень устала. Они отдыхают в Сингапуре». Не так давно Бузова проводила каникулы в Риме вместе со своей семьей, с сестрой и с мамой. А в начале года Ольга и Дмитрий отдыхали на Мальдивах. У них это традиция. Так что за пять месяцев это у ведущей третий отпуск. Бывшая участница проекта Вика Романец рассказала о съемках своего нового клипа. Сегодня прошли съемки клипа на песню Олега Мешко и Виктории Романец. На песню «Буду ждать, тебя». В съемках принимали участие участники проекта «Танцы на ТНТ». Они добавили очень много нежности и романтики в съемочный процесс. Саша Задойнов намекнул на интим с Элиной Камерен. В беседе с журналистами он заявил, что приезжая в Москву, всегда остается в квартире, где живут Элина с ребенком. При этом Саша вместе с Элиной традиционно засыпают вместе. «Я считаю, что это наша общая квартира», – сказал Саша. «Мы даже спим на одной кровати, а дочка посередине. Элинка – очень сексуальная женщина, красивая, грациозная, идеальная. Устоять не просто сложно, невозможно», – признался Задойнов. «Я догадываюсь, о чем вам хочется спросить, но отвечать не буду. Негоже интимные темы тут обсуждать. Скажу одно – все мы люди». Очевидно, что Саша таким образом намекнул, что в его отношениях с Элиной есть место близости. «Таков наш путь», – сказал Задойнов. «Сложный, но наш. Вот даже сейчас, когда общаемся с Элиной, всегда говорим друг другу родной, родная, роднуля. Мы родные друг другу люди, но жить вместе, увы, не можем». Бывшая участница проекта Алиана Габозова удивила своих поклонников фотографиями до и после макияжа. Недавно она посещала специальные курсы по макияжу, благодаря которым может делать из себя еще большую красотку. Подписчики отметили, что на снимках как будто два разных человека. Ведущую новостей Катю Старикову замучили негативными комментариями по поводу ее внешности, якобы ненатуральной. Катя пишет, «Первый и последний пост на тему моих накачанных губ, сделанного носа, нарощенных волос и т.д. На этой фотографии мне 15 лет. Как видите, губы, нос, ничего не изменилось. Изменилась только форма лица, потому что я повзрослела. Меня поражают высказывания людей, которые убеждены, что все на моем лице сделано. Где вообще ваше воспитание?» На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!